здравствуйте друзья сейчас я выйду на дорогу значит я сегодня решил заступить на дежурство по америке во первых я давно не дежурил мне тут напоминают а где же вы чего не дежурить и во вторых есть повод значит поводом у нас явилась вчерашняя ночь понедельник ночь понедельника на вторник 1 февраля на 2 февраля когда в штате айова проходили выборы в одновременно республиканской партии и демократической партии вот значит уже по-настоящему избирали представителей на съезд партии съезд должен быть где-то там в июле значит между вот скажем 1 февраля в айове и июлем когда соберутся уже делегаты на съезд и они на этом съезде скажет вот от нас вот этот человек участвует выборах от нас вот тут конечно по логике событий очень часто бывает так что победитель известен ну сильно заранее сильно заранее сначала начинается все так по чуть-чуть вот айова потом будет штат нью-хэмпшир который раньше был первым он много лет был первым вот это вот изменение с айовой первой это относительно недавнее новшество но не суть значит вот все ждали этого нью-хэмпшира потому что статистически так получалось что кто в нью-хэмпшире победил тот не гарантированно но почти почти вот такой индикатор значит победит на выборах партии но как короче вот много внимания было к этому событию мне это напоминает знаете чё вот не на может быть вы другую историю там школе изучали а вот та который нас учили вот там были такие значит бои когда собирается рать там допустим славянских князей с одной стороны и и там монгол татарской там какой-нибудь хан с другой стороны вот тут рать и здесь рать и вот они вышли на чисто поле и дальше там по одному с каждой стороны богатырю выходит и они значит там ну как-то сражаются кто победит это чисто такое мотивационное мероприятие не то чтобы там кардинально от этого что-то зависит но вот так для адреналину и давайте если выходит какой-нибудь великан а против него задохлик хилый там великан побил задохлика и конечно никакого там ажиотажа вокруг этого нету да вот вот когда слабый давид победил превосходящего его многократно голиафа если я что-то непонятное говорю значит друзья есть википедия мы об этом не будем развернуто вот так вот когда давид побеждает голиафа вау да и там до сих пор вот мы об этом узнаем потому что должна быть причина какая-то пройти и вот мы изучаем что же причина такая когда слабенький победил сильненького вот и тут значит у нас сразу поскольку партии 2 то получилась такая история что два давида победили двух голиафов имеется ввиду что на республиканской стороне все обзоры общественного мнения они не все но но в основном предсказывали победу трампу только двадцать три процента этих полов я честно у меня слова нет правильно под рукой русской значит только двадцать три процента говорили что победит том круз а а так они в общем-то говорили что победит трамп победил круз и аналогичная история была в демократическом лагере говорили ну как бы по оценкам получалось что побеждает клинтон но победил в итоге вот этот берни сандерс такой не хочется говорить слово коммунист но такой левый левый такой дяденька который за бедных там всегда там и и так далее в общем он побил клинтон шоу что само по себе довольно потрясающе вот но безусловно у всего есть причины и безусловно они каждый старались ну что то сделать безусловно для более слабой стороны победить вот в этой схватке богатырей так сказать перед битвой это какая-то моральная такая победа она для них может быть важно как то вот так сказать на будущее но не то чтобы она там сильно что-то определяла например вот смотрите что получилось сандерс получил восемь голосов от штата айова на на съезд партийный а значит клинтон только шесть разница в два голоса это так смешно вы понимаете вот когда они там доберутся до чего-нибудь какой-нибудь большого штата типа калифорнии например и вот там и который много делегатов на съезд вот тогда интересно будет как там сложится расклад мы посмотрим но по всяком случае что еще интересно в этот момент поскольку все это денег стоит вы должны понимать что кто-то дает деньги людям кто-то дает деньги сандерса чтобы он мог противостоять клинтон который очень много денег на избирательную кампанию то есть ставки делаются на ту лошадь которая имеет больше шансов прийти первой поэтому кто-то дает деньги сандерсу чтобы он мог противостоять но дальше начинается такое что маленькие кандидаты в какой-то момент начинают отваливаться просто потому что им денег никто не дает они могут немножко там по безобразничать на свои погулять на свои гуляем там это конечно но просто чтобы какое-то визибилити такое получить в стране да вот покрасоваться чтобы люди тебя узнали что есть такой человек может быть в следующий раз он выйдет у него будет гораздо больше поддержки он как то уже будет узнаваемым поэтому там разные разные цели люди преследуют понимая что никаких шансов у них вообще нет но тем не менее они хотят выйти на национальную арену там где-то выступать там и так далее внутри партии как себя проявить вот по мере того как движется гонка им перестают давать денежки но есть одно дело давать деньги на то чтобы человек реально претендовал на что-то а другое дело давать деньги чтобы он там немножко повыпендриваться быть это все таки разные вещи но выпендрешь столько денег не дадут вот такая вот история значит что еще сказать пишут что вообще сама индустрия вот этих вот обзоров общественного мнения изучение общественного мнения абсолютно прокололась не только на этих выборах но и до этого там были события и не только в сша и в англии они прокололись вот были были дела и в израиле тоже там некоторое время назад был абсолютнейший прокол просто есть индустрия вот эта индустрия она каким-то образом предсказывает что произойдет изучая общественное мнение выясняется что они плохо предсказывают у них какие-то проколы внутренние в механике того как они это делают не обсуждается что они ангажированы и может быть специально чего-нибудь накручивали то есть об этом речи не было речи речь шла о том как они это все считают это достаточно так сказать открытая информация это все в общем-то публикуется и и методики расчетов там и так далее они разные там разные методы разных разных агентств как у некоторых история такая более точных предсказаний у некоторых может быть не не настолько но во всяком случае вот пишут что индустрия прокольная как бы доверие не вызывает вот говорят одно получается другое так что штат айова не показателен на самом деле для всей страны в отличие скажем вот нью-хемпшира который был как бы индикатором штат айова для республиканцев во всяком случае населен существенным количеством там процент населения существенные так называемые евангелисты христиане евангелисты я не знаю как правильно назвать как-то по-русски бы назывался вот евангелисты и у них там есть некоторые свои то сказать понятия жизни которым надо соответствовать и чтобы побеждать и вот значит крус его команда проделали такую работу серьезную по изучению того что для них существенно дело в том что когда вы начинаете сравнивать кандидатов одной партии то на самом деле они не безумно же отличаются друг от друга ну то есть они все там против абортов они все против там я не знаю чего там какие-то социальных программ которые позволяют людям там не работать но жить они против там иммиграционных каких-то вот поблажек они за то чтобы там не ограничивалось право людей там на ношение оружия это и так далее то есть они все в общем-то фундаментально близки если можно не искать идентичный все-таки есть машина слева не видно в зеркало как чувствовал хорошо что влево не пошел и вот значит в мертвой зоне и вот надо было найти какое-то отличие вот вот чем отличается там круз от трампа вот так что вот им им удалось найти какой-то подход они генерили они рассматривали не там на фейсбуке тестировали разные идеи то есть там просто генерешь какой невероятно очень творческие пацаны значит там нашли какой-то ключик но вопрос том что у них дальше будет в других штатах а есть один день вот когда голосует сразу много-много штатов вообще график график голосования известен там если пойти на какие-то большие сайты там fox news или там cnn или тот же bloomberg там 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 есть места там по ссылочке можно пойти посмотреть и вот есть такой супер день когда голосует сразу много штатов и обычно вот после этого дня уже уходят в сторону практически все со исключением сильно упертых уходят левые кандидаты которые ну так понты есть шансов нет и вот остается уже серьезные такие механизм этого всего имеет очень глубокий смысл потому что кандидат который будет кандидатом от партии отрабатывает отрабатывает программу отрабатывает тонкости лучше понимают своих избирателей определяется с позициями по очень многим вопросам потому что ему надо определиться по его критикуют там его на него нападают он должен ответить он должен четко сказать то есть происходит как бы настройка вот этих кандидатов на на то чтобы они могли быть уже на национальный уровень вот когда будут избирать или избирать уже сейчас избирали партийные активисты так называют их кокус да вот партийный кокус их избирал а дальше они должны к народу выйти поэтому в данном случае если мы смотрим на республиканцев и трамп и тед круз и там еще есть господин рубио я думаю него шансов нет никаких но может быть его кто-то возьмет там без президентом посмотрим во всяком случае они все проходят такую школу это у них первый раз такое конечно там и рубио и крузы они они сенаторы в отличие допустим от трампа который опыта политической деятельности не имеет но он в бизнесе но короче и им нужно выйти на какой-то уровень на котором они сегодня не находятся и вот это происходит в ходе избирательный вот этой вот гонки это очень важный элемент демократической системы на диму у демократов получается что сандерс конечно он такой матерый сенатор но он не участвовал никогда вот на таком уровне да то есть у него тоже такого опыта нет хотя он безусловно национального уровня политик демократической партии но все-таки клинтон участвовала да вы вы знаете она тогда восемь лет назад столкнулась с обамой и казалось что клинтон ничто пошевельнуть не может и вдруг вот вышел какой-то обама и там бах его и значит и обошел и на повороте вот так что даже даже хохмочка с давидом и голиафом значит вот но интересно проколется ли она второй раз также значит как с непонятным обамы конечно сандерс в этом смысле гораздо более понятно и известный чем чем обама и гораздо более опытный конечно в политике и сандерс не менее левый и не более левый пример такого же такого же плана него бы довольно левый в хорошем смысле левые не не то что они там отнять и поделить нет конечно то есть так они относительно левые что еще сказать ну в общем таких увлекательных выборов друзья за которыми вся страна наблюдает как там за матчем по хоккею вот те из нас кто постарше вот помнят как был такой матч века такая серия матчей там канада против ссср сначала они играли в ссср потом играли в канаде и вот там понимаешь там все смотрели вся канада смотрела там вся америка весь советский союз все смотрели вот эти 8 плюс 8 матчей вот вот здесь примерно такая вот штука все смотрят так принципе всем пофигу но но только там активисты понятно а тут уже весь народ до 6 утра шел подсчет голосов там у них не не так быстро все получилось очень до 6 утра прошел подсчет голосов считали пересчитывали особенно у демократов там вот буквально ну вот вот там непонятно чего долго было непонятно кто победил и есть школа в димойне там пригороде димойна школа столица штата значит и в этой школе собрались сразу и ну как сказать групп поддержки активисты республиканской партии и демократической партии они там в разных углах этой школы в разных помещениях устроили свой так сказать торжественный шабаш и там гудели замерзли их там согревали в общем долго ждали замерзли и вот до 6 утра и там даже значит вот эти ликовали сторонники Сандерса они так так ликовали что от администрации партийной значит демократической там человек вышел и говорит мужики говорит вы шо ж так это озверили что ли это же с одной мышцы мы же все с одной партии ведь он что же вы так прямо вот уж там мочилок такая вот они очень были вовлечены вот как бы на эмоциях все и там знать как люди борются вот политические симпатии антипатита без мордобоя все культурно там никто никого не застрелил хотя многие могли бы в принципе да но все культурно так что в общем к чему я рассказываю я складываю себя друзья дежурство по америке и значит переключаюсь на производственные обязанности вот буду вас держать в курсе всяких других смешных и скажем так забавных увлекательных перипетий которые будут вот на избирательном пути у нас есть полгода поболтать до съезда в партии хотя может все решится гораздо раньше и а дальше уже следующие там но не полгода но вот между июлем и ноябрем когда выборы значит там тоже там уже на другой уровень выходит там уже ряды партийные смыкаются значит и уже идет партия на партию там уже стенка на стенку в общем понаблюдаем конечно там если бы был трамп было больше веселухи вот ну и опять же сандерс если вместо клинтон тоже как поскольку больше неизвестности это человек которого но в стране может быть не ну понятно что не так много народу знают как клинтон что которые уже тут но очень 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 до 25 лет она уже не сходит так сказать экранов вот как клинтона тогда избрали в девяносто сколько там это был втором году осенью вот так считаете вот с этого момента она вот экранов не сходит так что сандерс на смысле менее известный соответственно больше интереса больше внимания вот и поглядим все ребята я отправляюсь на работу и